На ней, до этого у меня был Adobe Premiere Pro, он был для обработки профессиональной видеороликов, для создания фильмов. Adobe Premiere, чем он мне не подошел, потому что тем, что очень долго грузился, занимает массу пространства, на компьютере все тормозит. Adobe Premiere Video Editor, это легкая программа для того, чтобы просто для своих целей, для своего дела, мне вот этого Adobe Premiere Video Editor вполне предостаточно. Быстро грузится, быстро открывается, быстро все сохраняется, все как-то понятно интуитивном уровне, и чтобы там склеить, поставить какой-то эффект, изменить видео, даже одна редакция видео, она дает уникальность в YouTube, это очень важно, потому что можно менять-менять видео, и YouTube будет воспринимать как не уникальный контент данное видео. А с помощью Movavi Video мы накладываем какой-то новый эффект, и сразу воспринимается видео как новое. Ну вот я покажу совсем немножечко, как вот добавить файла. Возьмем, например, файл с рабочего стола. Вот у меня есть вот такой вот прекрасный белый олень. Белый. Да, я хочу... Так, белый олень. Все, канцелл, хватит. Вот у нас олень. Я хочу, например, сделать, ну, добавить звуки. Ну, вот сейчас, хэппи, ну, какой-нибудь белый шум. Ну, как дождик такой, да. Я, например, добавить в текущее положение. Вот, я добавляю его, растягиваю, например, ну, вот все. И потом оно сохраняется. Уже добавила, да. Далее, фаны, например, я хочу добавить, ну, какие-нибудь вот такие. Вот так вот я хочу добавить, например, в начало. Я хочу в начало добавить вот такой кусочек. И, может быть, даже сделать его немножко маленьким, да. И получится вот как. Как получится. Сейчас объясню, как. Ну, посмотрим. Вот такой вот. Да, здесь вот есть звук. Вот этот звук можно убрать. Здесь рассказывается про этого оленя. Мы это убираем. И просто вот олень, да. Вот. Смотрим на этого оленя. Кого-то бы идет дождь, ощущение, да. А дальше можно делать всякие заставки. Честно говоря, они сложно. Не то, что сложно, они очень долго сейчас буду показывать, как их урезать. Они, по сравнению с этим видео, занимают больше места даже. Дальше. Вот есть, например, заполнение краев. Вот я хочу вот такое заполнение краев добавить. Ага. Вот я добавляю. Добавить, например. Хочу добавить вот сюда. Или вот такое, например, я хочу. Ко всем клипам. Ко всем клипам. Ну, давайте добавить ко всем клипам. И будет это вот так вот смотреться. Вот такой вот олень. Но я не хочу такое. Винтаж, виньетку я хочу. О, винтаж мне нравится, да. Или вот такой вот. Добавить ко всем клипам. Вот, все. И получится вот такое вот темное. А вот это я хочу убрать, например. Как мне его убрать? Вот это вопрос. А то получилось сразу наслоение вот этих. А, ну, просто обратно. Добавить. Нет. Подождите. Ну, вот это, да. Добавить. Ко всем клипам. И вот получилось у нас что здесь? Так, это я поняла. А вот винтаж. Ага. И вот у нас что здесь происходит? Вот это что такое было? Сейчас. Так, здесь. Вот такой вот получается кадр. Интересный. Даже непонятно, олень это или что? Где он находится. Ну, можно и так сделать. Вопрос, как это все отменить. Угу. А вот если я хочу его наоборот отменить. Ага. Я хочу вот это убрать. Ну, вот здесь надо тогда мы просто уберем вот так вот с задним моментом. Но, например, винтаж мы оставим. Винтаж мы оставим. Давайте к выбранным клипам. Или добавить можно их два здесь клипа, поэтому мы винтаж добавляем, например, ко всем клипам. Вот. И вот это будет вот такое разносие. Ой, как же так. Ретро такое, да? Ретро. Дальше. Шумы. Коррекция. Вот это тоже все можно сделать. Например. Ага. И как это будет смотреться? Сейчас посмотрим. Добавить к выбранным клипам, да? Вот, например. Ну, вот посмотрим, как это получится. Ух ты! Совсем прикольно получилось. Вот такой вот олень у нас. Он был белый сталон. Вообще не такой. Но он нам такой не нужен, потому что он вообще-то нам нужен белый. Потому что это все-таки вот так, размытие, затемнение. О, вот это прикольно. Да, давайте добавить ко всем клипам. Посмотрим, как получится. Вот так вот. Ну, вот, ну, хотя бы он белый. Вот размытие. Ну, кстати, к месту, потому что о, размытие. Там какой домик видно страшный. Его вроде не так уж и видно. Отлично. Супер. Мне нравится размытие. Вот эти эффекты. Все это можно цветокорректировать. Давайте цветокоррекция. Вот, например. Ага. Так. Вот так. Так. Ну, вот мне вот такие вот тона нравится добавить к выбранным клипам. Ну, пускай будет так вот. Вот он такой вот. Вообще белый такой прикольный. Молодец. Здесь можно даже добавлять переходы. Например, вот как-нибудь. Вот, например, давайте жалюзи сделаем. добавить после текущего клипа. Ну, давайте после текущего клипа. Это будет вот здесь смотреться. Посмотрите, как это будет. Опа. Ой. Молодец. Чихнул. Угу. Так. Так. И вот так вот он белый такой. Прикольный стал. И вот так вот жалюзи закрылась. Супер. Дальше. Здесь титры можно добавить. Ну, ладно. Так. Лента. Это тоже титры. Это что у нас? Стикер, если нам нужен. Ну, стрелочки всякие. И далее мы можем сохранить. Сохраняется очень быстро. В отличие от того же вот в МП4 пишем олень белый. Например, белый. Вот так вот. Старт. И вот он сохраняется буквально быстро-быстро. по сравнению садов с премьером, где там все это сохранялось. Надо было выбирать. Ну, здесь тоже выбор есть, но там все настолько как-то сложно, что это не для простого человека. Я говорю, что самое простое. Вот и все. И он сразу опущен, обещает, если все выполнено. Вот. Видите? Окей. и смотрим, что там получилось. Даже стикер можно поставить. Олень белый. Вот у нас что получилось. Вот такой вот. Ух ты! вот такой у нас получился белый олень. Вот он был все-таки белый, стал розовый какой-то даже. Угу. Вот так. Прикольно. И залюзи. Ну, в общем, вот как-то так. Пока.